Хотя, с моей точки зрения, когда я смотрю, как Польша и развитие идет, мы никогда не знаем, когда эта самая последняя технология приходит, это вообще бывает быстрее, чем мы думаем. Самое главное, это специалисты, чтобы потом достали новые технологии, как прибор, и чтобы они были еще в стране. Так, МРТ, развитие этой технологии через последние 20 лет, есть очень важный, каждый год что-нибудь нового, хотя Контрасенсик является, можно сказать, такой точкой, где эта технология, надеюсь, будет дешевшая и более доступна. Почему? Вообще, концепт есть такой, что мы знаем уже, как изображение памяти по технологии получается, а идея есть такая, чтобы получить эти данные быстрее. И то, на чем мы уже разрабатывали эти первые примеры, уже сейчас три года на ней, на базе факта достаточно сильного магнита, три года, два, компания Сименс, где практически эти технологии уже есть, как в продукте. Так, не как ворк и прогресс, только просто проводить из завода системы, где можно покупать эти цензии и доработать. Есть центр в Грибеце, где вместе с друзьями, очень много центров, там есть четыре магнита, и возможно, снова пообщаться за этой технологией. Вообще идея, как вообще работает эта технология, обычно мы собираем данные, наши собираем на разные возможности, может быть, картезьянские. Мы пишем, как в цитрадия ученники в школе, может быть радиально записываем данные, может быть, спирально, то есть все в концепции, поэтому по какой-то причине чаще всего скорость. В конце получаем записываем данных, получаем реконструкции, фурнировские трансформации и изображения. Идея компенсации есть такая, что мы собираем хаотично несколько данных, что можно сделать очень быстро, и потом повторяем такой же самплинг, а с другой стороны то, что мы знаем, некоторые имеют записываем данные разрешения, некоторые цвет, черный, белый, но если мы потом делаем литерацию, называемый маскинг, можно очень быстро получить намного быстрее, чем классическим подходом изображение высокого разрешения. Мы знаем, что в зависимости, где, или в центре, или на берегу стрельки, там записаны разные данные, разрешение, или консистенция, можно сказать, разрешение и консистенция данных. И то, кроме этого, есть шум. И так этот алгоритм работает, что собираем хаотичные данные, потом идет вес, тут может быть видно, как выполняется, потом среди данных финальных, в таком уже оптимуме является схемок. Сначала очень неплохой, а после этой итерации. И тут есть много возможностей, потому что этот алгоритм похож на немножко как мы собираем данные в ритуальном медицине, что есть у нас детектор радиации, мы активно фотодиоды, есть в теле пациента, есть радиотрасер, и через время мы собираем данные, а потом можно, если есть возможность, эти данные поделить и собрать разные информации об этом, как радиоинформационный, он попадает в точку нашего интереса. Так, самое главное, тут то, что мы делаем проверить, значит сканирование быстро, а потом много математики и до конец-конца снимок. И это в практике тоже мы получаем, получаем, пациента можно будет снять уже за стола, а компьютер еще считает данные. Это так, как как бы фирмы идут вперед, и G, и Филипс, и Сименс, а тут есть как раз пример, когда эта витерация будет достаточно, как бы несколько раз прошла, и то, что получается компромисс качества. В технике, в технике, в технике нет как бы ограничений, мы можем и поучивать 2D, 3D, не имеет значения, тут просто есть и радиально, и до этого тоже как бы хаотично собираем данные. И, так как сказал я, в компании пошли в разные направления, чтобы ускалились обычные снимки изображения, которые мы знаем. И тут есть премьер из компании GE, где 3D изображения, которые ускалили на 1,5 минуты, а обычный скан, то, что 3D изображения, ускалили 2 раза, а очень быстро поступают в период. Уже есть снимки, где можно поучить 3D изображение РКП на 1,5 минуты. То, что мы знаем изображение сосудов, как физики, которые собирают время, и тут видим ускорение, и это одно направление. Другой подход называется этот, у них ликенция ГРАСБ-ВАЙП, или секвенция ГРАСБ-ВАЙП, ГРАСБ-ТРУФИСП, и идея есть немножко другая. Идея не в том, чтобы ускорить, но чтобы пойти в другую зону, где примерно с нам, с пациентом более сложно кооперировать. Он примерно не хочет оперировать брюки, а пациент не слушает наши команды, выполняет, держит спокойно, нормально, а у нас есть возможность получить этих изображения высокого качества. Так, получается кусок интерфейса в магнитум вида, где не только что мы собираем данные через 5 минут, но мы можем поделить эти части на разные фазы динамического исследования. Сам систем выткрывает болус, когда получает контраст просто, в этот момент изменяет магнитызацию и в этот момент начинается выскорить. О, вот пришла к нам артериальная фаза, мы определяем время, сколько она должна быть, можно сделать обычные времена, типа 17 секунд, 15 секунд, а можно тоже сделать немного больше артериальных фаз. Сейчас есть очень большой разговор, о том, как важно, если заработать артериальной фазы, чтобы сделать бультифазы, мы это делаем по 5 секунд. Обязательно качество, когда мы собираем 5 секунд данные, будет короче, чем 17. И наконец-то то, что делаем общую реконструкцию всего после 5 минут в день, то есть высокие разрешения и качество. Тут еще раз, как мы делаем, собираем данные в граффайбе, только в том плане есть архистия 3D, это важно, и мы имеем линейную реконструкцию и конец-конец снимок. То, что это пример, как мы предъявляем фазы, это лаборатор подсказка лекаря. А архистия выполняет так, как нам, как доктор, нужно сценариус с самого исследования. То же интерфейс, подсказки, очень, как бы, интерфейс является более, как бы, ну, user-friendly. Для того, чтобы решить. Обычно ничего там не меняем, но сохраняем протоколы, которые для нас, есть, ну, по причине данной патологии более удобно. И вот результат. Ну, это не только в брехо целиком примерно есть простата, как первое из них окна, вот такая высокое решение постконтрастное, а тут мы видим еще раз, как во время выполняется, как мы видим, как, как мы видим, как все структуры шевельца, простата стоит. Там просто в своем архистии тоже есть 3D-Motion Compensation Elastic, есть алгоритм, который еще за фазой, которая более интенсивна, так типично, будет артериальная фаза, и все струки еще, перейсматривает в период назад, чтобы движение компенсировано, и все снимки достаточно острые, но они не видят, как мы видим, как на эти два прыгают нам все. То есть типичная ситуация. Не всегда, потому что пациент получает гуско-пан и не все его продолжают исследования такими гуско-панами. В технологии БЛЕЙД, которая тоже компенсирует движение, получает все снимки достаточно острые, но они не видимо, как так, как система регистрирующих. Второй пример очень большая простата и то, что Т1 град, два и после 15 минут. А тут как получилась динамика. Он стоит просто как камень, все вместе селится. Фактически то, что нас несколько беспокоит, несколько беспокоит ситуация, когда мы не хотим посмотреть динамическое, как происходит изменение в данной зоне, когда оно придает это очень, как бы, subъективно. Тут ситуация является немного проще. Т3. 51. Кейс. Но не только. Можно сказать, что в простации для нас пример, где последующий год эту технологию можно выполнять. Есть это новое. Есть то, что и проблемы. Тут сегодня один пример, где секрекция 2, Филифиеста, мы видим две протезы. Пациента. Пациент видит это систем трехтоословый, а и так зараживание хуже, но получаются диагностические для сетей технологии. Да, тут мы видим кейс, где мы смотрим на ректу. И тут, как бы, никто не предложил, чтобы эта аквизиция, прежде всего, аксиально. Мы тут сделали ее коронавируем. Мы видим артефакты, потому что это не оптимальное положение. Но, собственно, вся динамика в центре, которая нас интересует, и мы видим от начала до конца, как бы, есть для нас полезно. Следующая, очень сложная зона, это хэдмэк. Там и есть две вещи. Подравление жира, с которым мы боремся очень часто. Мы видим, что неплохо получается, а для этого тоже динамика и компенсируем и мы видим, что, когда он летает, пациент, но на качество и замерзение в усе, это не влияет. А это очень часто. То, что случайно можно смотреть на сосуды, и с информацией и патологией с этой динамикой можно пробовать решить, как наплывает контраст и путь до зоны интереса потенциально, потом для терапии, для компенсии, которым хочет закрывать этот пат. Реконструкция. Это не типическое аминографическое разрешение, но мы можем делать эту конструкцию с любыми пациентами. Я думаю, что продукт придумал, что это на самом деле для пациентов, которые нормально дышат без никакой задержки для уложения пациентов. И вот первый скилок, показания нам реконструкции, всех с 5 минут, а там цель реализирует разные фазы. Это как бы пример типичный бредход фазы, типа, где, можно сказать, есть с него в фазе, против фазы, против фазы, против фазы, в фазе, в фазе, где-то с референцией зоны интереса, можно сфитацию, не нужна, а, в фазе, просто, и примеры, можно сказать, что, есть, а, то, что сделать очень просто. То, что такой пример совсем, Мы дескнировали то, что не предлагает так делать, но более интересно, можно посмотреть эту временную фазу, но потом реконструкция сосудей. Это уже пример из образования сердца. Тут есть оппозиция 2D, где мы можем смотреть сердце. Идея такая, чтобы смыть сердце какого-нибудь пациента, который нормально, дышит без никаких команд в образовании real-time. Тут есть указан, как бы, хейс, где мы можем через параллельно изразование искалицы 12 факторов или сенс 12, чтобы получили бы что-нибудь такого. Это то же самое, или установление то же самое в технике с компресс-сенсингом. И просто пример, как они в компресс-сенсинге с обычным трудом из социальных презентов социальных школьников. Так то, что уже мы перевели, что и софтвер, который не всегда идеально смотрит на сердце в том плане, что он должен автоматически сделать сегментацию левого сердца и посчитать данные. Но в этом качестве кациента в реал-time, в каком-то сенсинге, этот софтвер работает лучше, чем если бы мы работали с техникой типа GRADIATE, ЭКО, Флэш. С техникой, которую мы тоже используем для образования сердца специально на трех Теслах. Так... 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 потому что просто в таком, как бы, главный частный кейс в институте, там уже в постоянном стандартном оборудовании этой техники. Дорога получаем неудобной возможности. Сейчас то, что жбионы, чего-лик, есть чуть-чуть проще и, что, может, следующий раз, когда мы встретимся, то, что является пастблей техника, смс, и целый пакет новых метод на базе конференции. Так, очень полезно и, как мы говорили, десят лет назад очень много параллельных методов в новом образовании, которые строили в МРТ очень большие изменения в плане бремя и скандирования, то все будет платить на гроши. Так, есть главная точка, которая 100% будет для нас, через следующие годы очень важная. Вот, команда и место в институте экологии в Пирлицах, где мы проведем заседание. Есть такие вопросы? Большое спасибо. Есть вопросы? Да. Если нет вопросов, мы сейчас один доклад другой сделаем, чтобы вы отдохнули немножечко, а потом у вас будет еще один доклад. Хорошо? Быйд bardzo изменился, чтобы para выfoldилась можно в пианилицу. Спасибо за просмотр. Нат Wat Kim намButton.